В честь врачей, добровольцев, которые работают в ковид-госпиталях, к октябрю выпустят почтовые марки. На новых марках будут фотографии восьми приднестровских медиков, первыми вставших на борьбу с ковид-19. А мы продолжаем рассказывать истории тех, кто был на передовой борьбы и людей, поборовших ковид. К слову, эти сюжеты можно найти в интернете под хэштегом «Люди доброй воли». Без выходных, праздников и отгулов. Так работали этим летом медики в Центре гигиены. Пандемия в разы прибавила работы эпидемиологам. Татьяна Медведева уже 30 лет в профессии. До сих пор не помнит такого напряженного времени, когда ситуацию по заболеваемости новым типом вируса отслеживали буквально по часам. Месяц май. В Бендерском психоневрологическом доме-интернате вспышка ковид-19. Первыми на место событий тогда прибыли врачи-инфекционисты и эпидемиологи. Были выявлены много нарушений. Недостаточная обеспеченность дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты. Люди не понимали, что им делать и как им поступать. Нам был подготовлен акт проведения контрольных мероприятий с указанием всех нарушений. Подготовлено санитарное предписание со сроком исполнения. И вёлся контроль ежедневный. Не считая выходные, в праздничные дни, ежедневно мы были там. Главное тогда было в короткие сроки провести тестирование, разделить больных и здоровых. Сделать всё, чтобы инфицированных было как можно меньше. Всё решали быстро и оперативно. Разрабатывали схему лечения, отправляли больных на КТ в столицу. Проводили тотальную дезинфекцию помещений. Благодаря слаженным действиям врачей и эпидемиологов, очаг коронавируса удалось купировать в течение двух недель. Приезжали и специалисты, лаборанты с поликлиники проводили лабораторные исследования прямо на месте. Экспресс-тесты, отбирали сразу анализы на ПЦР. Все мы были в защитных халатах, в комбинезонах, в сапогах, в перчатках резиновых при температуре 30 градусов. Это было очень сложно. Режим ЧП уже отменили, но карантин продолжается. Ситуация в республике неблагополучная. Эпидемиологи продолжают работать в усиленном режиме. Нами проводятся контрольные мероприятия по промышленным предприятиям города, детские дошкольные учреждения, лечебные учреждения, объекты торговли продовольственных и непродовольственных товаров. Наша цель – предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции и контролировать выполнение карантинных мероприятий. То есть соблюдение дезинфекционного режима, дистанция, наличие средств индивидуальной защиты. По словам эпидемиологов, сейчас нарушений карантинных мер стало меньше. Коронавирус опасен, и это поняли все. Как будет складываться ситуация по заболеваемости, зависит от нас. Продолжаем дезинфицировать руки, носить маски, держать дистанцию. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.